Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача «Добрый вечер! Гомель» в студии Александра Гамоли и Светлана Князева. Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру. Именно так в свое время сказал о театре Николай Гоголь. У нас в гостях сегодня человек, который вот уже 20 лет дарит свое актерское мастерство и не перестает удивлять зрителей неповторимыми эмоциями. За всю свою театральную биографию эта актриса сумела сыграть десятки больших ролей. Она обладает ярким комедийным талантом и играет с полной отдачей каждый день. А еще совсем недавно состоялся ее творческий вечер, посвященный 20-летию театральной актерской карьеры. Итак, у нас в гостях сегодня актриса Гомельского областного драматического театра Светлана Ефимова. Ее партнер в организации творческого вечера, а также актер Гомельского областного драматического театра Юрий Мартинович. Светлана, Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, ну позвольте для начала поздравить вас с 20-летием вашей актерской деятельности, пожелать вам успехов, новых интересных ролей. Спасибо большое, это всегда нужно. Знаем, на днях у вас состоялся творческий вечер, посвященный этой красивой дате. Расскажите об этом мероприятии, о ваших впечатлениях после него. О впечатлениях, наверное, лучше спросить у тех, кто там присутствовал, потому что мы немножечко, честно говоря, мне кажется, мы в тумане немножко были, потому что, как ни странно, очень сильно волновались, даже за несколько дней начали волноваться зачем-то, на всякий случай. Ну, из того, что планировали, запланировали. Ну, из того, что планируешь, очень редко бывает такое, что получается все. То есть, конечно, могло быть лучше, по независящим от нас причинам что-то не очень вышло, но могло быть и хуже, а могло вообще не быть. Поэтому как-то... Ну, вот с большего какова оценка? Все ли удалось реализовать? С большего? Я думаю, что в конце концов, если все разошлись, а мы с Юрой остались, и все сидели, смотрели, друг на друга говорили, и подумали, что все-таки мы это сделали, хорошо ли, плохо ли, но мы это сделали, и какую-то свою порцию удовлетворения какого-то мы получили, потому что мы слышали несколько очень таких вот теплых и очень эмоциональных отзывов. Расскажите, на что были отзывы? Да. Что было вечером? Все вот в основном отмечают вот именно атмосферу этого вечера, что он получился таким стильным, вот мне говорили. Очень Володя Ступинский автор стихов, которые мы использовали. Так вот расскажите, что было в программу вечера включено? В программе вечера, в общем, ну да, изначально, конечно, когда я вернулась после отпуска, я могу рассказать, как началось все, я вернулась после отпуска, а летом меня пригласили сделать программу такую концертную в библиотеке, они узнали, что я пою, вот. И как раз это было уже 27 августа, к концу отпуска, но когда я пришла после отпуска на сбор труппы, оказалось, что вот все как-то наслышаны были. И тут я вспомнила, что вот как раз ровно, вот где-то в начале сентября, ровно 20 лет. Я спросила у девушки в отделе кадров, она мне прислала сообщение, что... С точной датой, да? С точной датой, причем точная дата совпала с днем свадьбы моей, 5 сентября, 95-го года, а она сама не могла поверить. Она говорит, как, 95-й год? Я говорю, наверное, вот так. Вот. Ну и у меня, собственно, есть, вот у нас как раз с Юрием, в прошлом сезоне был такой спектакль, который, ну, можно назвать бенефисным, который можно было тоже показать, но как-то так получилось, что в новом спектакле меня не заняли, который вот в начале сезона. А я вот... Мы вообще такие люди, актеры, всегда очень страдают без работы. Но я не просто страдаю, я вообще умираю без работы. Болею, умираю, да. Поэтому я решила сделать что-то вот такое новенькое, что-то такое особенное. Вспомнила, что я вот пела когда-то очень, да. Занялась немножко там вокалом, взяла уроки игры на гитаре, но оказалось, что я неправильно... У меня неправильная постановка рук, и для того, чтобы мне самой себе аккомпанировать, это мне нужно сидеть вообще там месяцев несколько. Осваивать эту науку. Да, и поэтому я воспользовалась таким приемом другим, то есть я взяла достаточно качественные фонограммы, вот. И плюс к этому мне попался сборник Володи Ступинского «Городское время». Вот, вот так возникла идея именно вот такой тематики этого вечера в «Городе моем», «Городское время». Вот, а Юра, вот он как раз дружит с Володей Ступинским. И кроме этого, в прошлом сезоне мы с ним очень вот как раз получилось так, партнерствовали. Мы сыграли в спектакле «За двумя зайцами», потом мы сыграли в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». А раньше, просто мы раньше вообще с ним очень много партнерствовали. И вот даже наш художественный руководитель сказал, что когда он нас увидел возле этих микрофонов, он сразу вспомнил спектакль «Загонщики огня», в котором мы с Юрой когда-то пели. Юрий, ну как-то Светлана все ходит вокруг да около, не говорит, вот конкретно, что еще было в программе. Вы пели, какие-то инсценировки были, стихи читали. Мы читали стихи Володи Ступинского. И Света пела песни. И Юра тоже пел немножко. А я немножко читала стихов. Но Юра в основном читал эти стихи. Но мы постарались так сделать, чтобы они переплетались друг с другом, вытекали один из другого. И в общем получилось достаточно театрально, на мой взгляд. То есть это не просто вот как певец вышел, поет и все. То есть это такой, можно сказать, музыкально-поэтический спектакль получился. Даже с переодеванием. Готовясь к таким вот мероприятиям, к вечерам, актеры всегда рассчитывают на какую-то атмосферу. Вот она была достигнута, на ваш взгляд? Юра, ваше впечатление? Зритель как воспринимал? Я не знаю. По ощущениям атмосфера была. Может быть не совсем та, которой мы хотели. Потому что мы надеялись на... Ну как мне казалось, что мы надеялись на какую-то более камерную. Получилось... Ну получилось то, что получилось. Вы это видели? Очень достойно получилось. Спасибо. Ну во всяком случае нам не стыдно за то, что мы делали. Спасибо за ваше творчество. Скажите, вот вопрос к вам обоим. Обычно вот говорят, если актерам его одолевает жажда рукоплесканий зрительских, то он пересаливает в игре. Бывало у вас, что пересаливали? Когда вас принимают на ура и хочется играть еще больше. Юрий, поподробнее. Скорее всего наоборот. Когда ты не получаешь то, чего ждешь, ты начинаешь пережимать. То есть ты выдавливаешь из зрителя эти аплодисменты и... Не приведи Господь такого, конечно, это ужасно. Чтобы зритель не заметил, что это ужасно. Зритель всегда видит. Самое страшное в нашей профессии, что зритель всегда все видит. Это нам кажется, что мы играем настолько тонко. Он не понимает наших хитростей. Увы, нет. Да, даже взрослые говорят, что детей нельзя обмануть только все от души. Ну, любой зритель, да. Тем более искушенный, когда он ходит регулярно. Цветлана, а вы считаете, как у вас? Ну, я, честно говорю, я вот с самого начала, с самого начала стараюсь этого не делать. Ни при каких обстоятельствах. Я знаю, что достаточно самой быть наполненной и отдаваться для того, чтобы зритель тебя воспринимал. И это, ну, какой-то отклик в нем находило. Потому что я вот помню, ну, как у нас в начале там эти фразы, не наиграешь, не сыграешь. Там, но он, ну, меня, как бы педагоги мои воспитывали так, что они говорили, если кто-то это делал, говорит, наигрывает, как лошадь. И вот прям с первого курса из нас это категорически выбивали. И я вижу это, когда это делают другие. И категорически стараюсь этого не делать. Даже если мне там не хлопают, не смотрят, пусть даже спят. А где обучались в Цветлане? Я училась, ну, сначала я закончила моспед, колледж, музыкальное отделение. То есть не случайно вы поете? Нет, я не случайно. Я имею образование. Мало того, я очень много пела. Я пела в ЗАГСе несколько лет, пока я училась. То есть потом я пела на свадьбах с живыми музыкантами. Я ушла, я была круглая отличница, но я ушла из восьмого класса для того, чтобы получить музыкальное образование. Потому что у меня не было музыкальной школы, но я много лет ходила в дворец пионеров. И очень много мы гастролировали, мы там, и на Белом море даже были. Ну, в хоровом, как бы, коллективе. Не в сомне. Да, ну, и я хотела быть певицей, я хотела быть певицей страшно. Ну, как бывает. Хотела быть певицей. Я знаю, что даже в вашей судьбе стоял вопрос выбора. Вот театр, либо пение. И вы все-таки выбрали театр. Да, я не однажды даже стоял такой вопрос выбора. Вот, например, когда я вернулась из Вильнюса, а до этого вот, ну, намечался такой у нас в театре проект, да, совместно с филармонией, вот, оркестр Василевского, и тогдашний наш руководитель, Владимир Александрович Короткевич, он хотел сделать вот такой проект, поют драматические артисты с оркестром, все. Но потом Василевский пришел, как-то послушал, как-то не так уж поют, как ему показалось, но меня он даже пригласил в свой оркестр. И когда я вернулась из Вильнюса, он меня опять приглашал в оркестр. Но, честно говоря, к тому времени, не потому, что вот я так, я музыкой болею не меньше, чем театром, но к тому времени как-то я заметила, что все-таки вот круг общения и объем знаний, и уровень интеллекта, может быть, все-таки в театральных кругах он намного, намного выше. Мне с музыкантами стало скучно, потому что в большинстве своем они, как-то мне казались, ну, такие достаточно поверхностные какие-то люди, не очень, и какая-то у них там такая возня какая-то, вот, извините за такое выражение, сравнение. Ну, наверное, как-то Вам окружения такие попадались, хотя, да. Бывают разные, конечно, я преклоняюсь перед Земфирой, который глубокий, философский человек, и вообще яркая такая личность, их тоже много, но как-то еще получилось это совпало, время было такое, лихие 90-е, понимаете, и очень тяжело было без связи, без денег, либо без каких-то там других вещей, как-то прорваться в мире музыки. Светлана, что за история с Вильнюсом? Говорите, из Вильнюса, когда вернулись, как Вы попали туда? Какой-то проект связан с этим городом? Нет, не проект. Я когда, за год до окончания академии, просто вот мои преподаватели из академии, они решили, приехал человек из русского драмтеатра Литвы, искать себе героиню в театр, потому что Татьяна Лютаева, которая тогда была у них героиня, ушла в декрет. Вот, и они, собственно, я потом уже поняла, что они искали, в общем-то, типаж даже такой же. И мы, кстати, с ней потом и играли, на одной роли даже были однажды. Правда, у нас разница же в возрасте чуть была. Вот, и меня пригласили в Минск приехать. Этот человек снял выпускающийся на тот момент курс Монаковой и меня. Вот, и они потом уже как бы выбрали, сделали мне приглашение, как-то так все это было громко там, непривычно как-то я здесь, мы здесь студенты, актеры в спомсоставах. Я там работала несколько сезонов. Вообще, как бы работа в Вильнюсе, я считаю, что я именно там состоялась как актриса, потому что это был один из лучших театров постсоветского пространства. Это был театр, в котором начинал Роман Виктюк, и вот старшее поколение выращено именно им. И они очень требовательные партнеры были. Если ты рядом вот не будешь им соответствовать, они тебя просто уничтожали. Поэтому выбора как бы не было. Но это такая школа, которой я пользуюсь вот до сих пор. Юрий, как вы считаете, вот Светлана гармоничнее выглядит как актриса, либо как певец? Все-таки, вот, на ваш взгляд. Не знаю. Мне кажется, и то, и то. Сочетается. Вообще, человек должен заниматься тем, что ему нравится. По возможности. Если человеку нравится петь и играть на сцене, значит, нужно сочетать и то, и другое. Если успеваешь, ради бога. Профессия актера. Вот многие стремятся в это. Но на самом деле, так ли это легко, как кажется? Где черпаете силы, чтобы менять образы, включаться в новые роли? Это ведь не так легко. Это тяжело. И с годами становится все тяжелее и тяжелее. Но, тем не менее, как-то и режиссер... У каждого свой секрет. Вот есть ли у вас что-то подобное? Как переключиться? Ну, на самом деле, конечно, бывает вот такая лень. Даже просто вот прийти, там, начать что-то с собой делать. Даже когда холодно, переодеться в гримёрке бывает. И думаешь, боже мой, погода за окном такая, что как это достать себя и отнести. То есть, в принципе, когда репетиционный процесс идёт, тогда намного проще, когда ты каждый день, утром, вечером, ты уже, там, месяц или полтора ходишь. Но когда вот у тебя нет репетиций, просто так вот взять себя заставить, это бывает. Но, не знаю, у меня, например, я, как только я начинаю вот с собой что-то делать, чисто внешне... Ходить в образ. Да, да, чисто внешне в этот момент как-то текст сразу повторяю. И как-то оно... На самом деле, вот я не знаю, как Юра, вот со мной однозначно, меня однозначно сцена лечит от всех вообще болезней и от любых вот настроений ненужных. Прекрасно. Это как раз-таки случай, когда она работает с удовольствием. И когда творчество оздоравливает. Да. Нет, бывает, что выходишь со сцены и сразу ты раздоравливаешься. Но на сцене ничего не болит. А как вот ваш театральный коллектив? Можете сказать, что у вас есть актерская семья, ваш коллектив? Можете назвать актерской семьей? Как взаимоотношения? Я бы назвала нас актерской семьей. Особенно вот последние, вот с приходом нового руководства. Я думаю, что они, ну, в этом их заслуга есть. Они стараются сделать так, чтобы мы были семьей. Ну, как-то и сами, особенно вот постарше. Но я наблюдаю, вот и молодежь, да. Они тоже как-то, они все время вместе что-то там ходят кучкой такой. Туда пойдут, туда подсидят, там чай попьют вместе. Мальчики с девочками. Несмотря на то, что многие из них там с семьями. Но я бы назвала. Праздники совместные есть у вас? Ну, День театра, наверное, это святой. Обязательно. Святой, да. Вот есть у меня такая идея. В прошлом году была, но не получилось осуществить. Потому что в сказках была занята и заболела. Но я вот мечтаю сделать... Вот мы все ходим на Новый год, развлекаем. Ну, многие, во всяком случае. А я вот хочу сделать какое-нибудь развлечение для нашей семьи. То есть, ну, мы же никогда не идем на корпоративы какие-то. Мы сидим и играем сказки. Мы живем там в театре две недели, три недели. И вот хочется как-то вот для всех сделать именно вот такой. Ну, почему? Мы еще 23 февраля, мы делаем концерты, капустники. Восьмое марта. Ну, вот на Новый год почему-то никогда. Это у вас самое новогоднее... В этом году я не занята в сказке. Новогодний чёс у вас. Может быть. Самое активное время. Я бы не назвала это чёсом. Чёс – это когда день. Об актерах часто говорят. Актер – это не профессия, это диагноз. Светлана Юрьевна, вы с этим согласны? Я – да. Почему? Это болезнь. Это действительно болезнь. Потому что ты хочешь туда выходить. Потому что, когда ты этого не делаешь, тебе плохо. Это ненормально. В отпуске-ломку чувствуете, что хочется вернуться на сцену? Нет. Первые две недели – праздник. Как и у любых нормальных людей. Но потом тянет. Мы любим выходные дни. Мы любим отдыхать. А почему ты говоришь «выходные»? У нас вообще один выходной. В месяц – четыре. А, в месяц – четыре. Вы крутился Юрий, да? Те, как время мой приют, просто больше. Да. Ну, для вас тоже, Светлана, я поняла, болезнь. Да, да, да. Диагноз. Я согласна с Юрой. У нас с ним один диагноз. Мы сегодня все больше о Светлане, но Юрий тоже у нас очень заслуженный, очень многими любимый актер. Скажите, сколько уже лет ваша карьера театральная длится? И, может быть, а самое… Двадцать шесть. Двадцать шесть уже? То есть через несколько лет уже даже у вас тоже будет кругленькая дата. Да. Да. Юрий, ну, что вот за свои двадцать шесть лет, самые, может быть, яркие моменты, яркая роль для вас? Что запомнилось? Не знаю. Никогда не можешь себя оценить адекватно. Все равно нужно смотреть со стороны. Я, допустим, не люблю смотреть свои видеозаписи, свои фото, поэтому… А самоощущения, они всегда лгут. Я могу сказать, что есть роли, которые я люблю и которые я не очень люблю. А вот какие удались, какие нет, я не могу оценить сам. Это должен сделать кто-то со стороны. А какие роли вы любите? Вот, типа, может быть, что ближе вам? В каком жанре вам проще играть, может быть. Во всех. Во всех? Да. Не хотелось бы зацикливаться на чем-то одном. Я люблю играть и комедии, и драмы. Трагедии не приходилось играть. Вот это, да, это пока упущение. Но может с годами. Да, наверное, обязательно будет, я думаю, да. Как коллега, что вы можете сказать по поводу Юрия? Вот он актер комедийный. Я могу сказать по поводу Юры, что он очень хороший и очень надежный партнер. Поэтому я как бы не случайно именно его выбрала, потому что я знаю, что что бы ни случилось, он никогда не подведет. И это не только мое мнение. Я знаю, что и другие актеры, они тоже вот такого же самого мнения. Как это важно, когда есть такой... Это очень важно, потому что, ну, бывает режиссер... И партнер на сцене это самое главное. Бывает, режиссер очень помог, бывает не очень, бывает самим что-то нужно. Мы, кстати, с Юрой очень много партнерствовали. Когда-то мы летучим, мы же с ним пели. А один человек в магазине узнал меня и спрашивал, не муж ли мне Юра. То есть, ну, я надеюсь, что мы и дальше у нас. Хотя бы в этом сезоне, да, ну, так мы хотим. Ну, это мы хотим. Но все начинается с этого, да. Светлана, прошлый год, прошедший сезон 2014-2015 годов, был для вас очень успешным. Вы сыграли роль Пронни Прокопованы в пьесе Михаила Старицкого «За двумя зайцами». Да, и очень этот спектакль, в принципе, гомельский зритель мог бы не увидеть, потому что, насколько известно, режиссер очень долго искал героиню на роли Пронни. И в конце концов он увидел ее в вас. Расскажите об этой роли, как вот вам работалось над этой ролью? Там в этом же спектакле вместе с Юрем играли. Да, 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 как раз мы играли в этом спектакле. Он же такой еще свеженький. Ну, собственно, с этого спектакля вот новая волна и пошла нашего с Юрой партнерства. Вот, ну, на самом деле этот спектакль, да, очень непросто. Все сначала вроде было. То есть, наверное, недели две режиссер делал распределение. Он иногда останавливал просто меня в коридоре. Просто там ведь, я не хочу показаться нескромной, но там нужна уродина. И он, наверное, в последнюю очередь думал обо мне. И вот он там остановит где-то в коридоре, посадит, поговорит. И вдруг, ну, и потом вот, ну, вообще он делал пробы, как он сказал, кастинги никто не отменял. Он делал самые настоящие кастинги. Он перепробовал практически всех актрис, возможных на эту роль. И постарше, и помоложе, и маленьких. Ну, в общем, всех. И в конце концов вот остановился на мне и сказал мне, что даже он не предполагал, когда вот просто взял меня, потому что он сказал, профессиональный уровень у тебя меня устраивает, и ты меня хорошо слышишь. Этого уже достаточно. Но потом он сказал, что сам не ожидал, что вот во мне этого всего окажется так много. И сам очень-очень смеялся иногда. Ну, это всегда приятно. В общем, у нас получился очень такой альянс. И, конечно, я с нетерпением буду ждать, если еще раз пригласят его. Новых ролей. Очень хотелось бы, да. Ну, и еще одна ваша успешная роль состоялась в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по Александру Островскому. Как можете оценить здесь вот свои успехи? Ну, и тоже, опять же, мы оказались... Вместе с Юрием. Оказались в результате, да. Вместе по жизни, я так понял. Да, это, в общем, оказалось в результате почти случайно. Ну, не случайно, но это был другой режиссер из Минска. Тоже мы очень увлеченно работали, да, и остались очень, конечно, тоже в таком приподнятом настроении. И с надеждой на следующие работы. Причем режиссер нам как раз с Юрой и намекнул на это. Поэтому, ну, там просто совсем другая роль. Там уже возрастная. Он, режиссер, сомневался, говорил, что я немножко по возрасту не подхожу. Но тоже в результате меня утвердил в пару. Там мы работаем в пару, но оказалось, вот как-то вышло, опять же. Юрий, вам эти роли как в этих спектаклях дались? Комфортно ли было? Ну, что-нибудь так, это было тяжело, что касается Зайцев. Потому что я до сих пор считаю, что роль не моя. Вот как бывает у актеров, вот даже не мою роль, но приходится играть? Приходится играть, тебя назначили. На тебя сделали ставку? Да, и нужно работать. С Валентином мы работали уже достаточно много, но в этот раз было безумно сложно. Я не знаю, почему это так сложилось, но мы очень тяжело работали. А с Андреем, который ставил «Мудреца», с ним наоборот, как-то наоборот. Мы работали впервые, и отношения сложились моментально, очень хорошие. Но я должен был играть другую роль. И я ее репетировал, я ее уже практически сделал. И где-то за месяц до премьеры он говорит, да, роль в зубы вперед пошел. Опять-таки, Глумов совершенно не моя роль. Вот сегодня, в моем нынешнем возрасте, мне уже поздно играть эту роль. А исходя из профессиональной точки зрения, даже месяц подготовки на роль, это мало? Это мало. Это вообще-то очень мало. Так один текст выучишься, только чтобы от зубов отсказать. Это лихорадо, и по сути, ты лихорадочно вводишься в уже готовый спектакль. Спектакль, который уже разведен, сделан на другого актера, и тебе нужно в этот рисунок встроиться и успеть его освоить. Тяжело. Но тем не менее, как у настоящего актера, у вас все получилось? Не знаю. Ну да, Юрий бесполезно у него спрашивает. Решать это не мне. Светлана, давайте еще немножко поговорим о музыкальном вашем творчестве. Песни вы поете какие? Может быть, сами пишете стихи? Да, я не только стихи пишу, я вообще, ну вот во время обучения моего музыки, музыкальное воспитание, когда образование я получала, я вообще много писала. Я писала стихи, я писала музыку. Но стихи я не пишу, вот отдельно стихи. Я именно пишу тексты для песен, для своих. Мне предлагали иногда написать именно тексты, но я не могу. У меня вместе с музыкой появляется текст. Но потом как-то вот был перерыв, и как-то я музыкой вообще перестала заниматься. Я вообще начала заниматься домом, хозяйством и ребенком. Вот. Но сейчас, я думаю, что, наверное, стоит, ну во всяком случае, вот говорят, что неплохо было бы опять вернуться. И я думаю о том. У меня есть несколько писем даже записанных, и фонограммы есть. Потому что я, когда вот опять же была в Вильнюсе, как раз там у меня был первый сольный концерт. Причем это было настолько необыкновенно. Он был даже не в Вильнюсе, он был в Каунасе, в музее, при свечах, рояль, гитара. И подруга у меня, художница, она в этот момент что-то рисовала. В общем, это было потрясающе. И, конечно, я такая была вдохновленная. Мы собирались с ней открыть клуб авторской песни в Вильнюсе. Она тоже писала. Вообще очень одаренная девушка. Сейчас в Болгарии живет. Вот. Вот. Но как-то все равно ближе мне все-таки вот музыка такая. Вот поп-рок. Вот то, что я исполняла, это мое. Хотя мои песни, они немножечко другие. У меня там все что-то. Стихи, природа, все там. Наверное, то, чего не хватает. Наверное, то, чего в жизни не хватает и куда все время хочется. В моря, в облака. Куда-то. Попорхать, полетать. Да, куда-то. Ну, я надеюсь, что, ну, лиха беда начала. То есть я, если я начала, конечно, я очень хотела бы однажды сделать вечер из своих песен. Сейчас я еще очень увлеклась англоязычной музыкой. Там вот Адель, Сиа, это тоже, в общем, мое. И я работаю над этими песнями. Но мой английский оставляет желать лучшего. Я думаю, что мне придется пойти на курсы английского, чтобы сделать англоязычную программу. Поэтому, ну, даже не знаю, чем дело закончится. Ну, главное желание, умение у вас есть. Поэтому мы желаем успехов вам. Спасибо. Светлана, Юрий, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Поделились своими успехами, планами. Мы желаем вам тоже успехов в дальнейших. Всего вам самого доброго. Спасибо большое. Спасибо. Было интересно. До свидания. До свидания. Телезрителям мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня были актеры Гомельского областного драматического театра Светлана Ефимова и Юрий Мартинович. Ну, а мы передаем слово нашему корреспонденту Юлии Борисовец. Время рубрики «Дежурный по Гомелю». Добрый вечер в студии. На связи дежурный по Гомелю. Осень – это не повод для грусти. Это хорошее время для творческих открытий. Не оставайтесь в стороне от культурных событий Гомеля и заново открывайте для себя город. Ведь, как говорят философы, каждое открытие пробуждает к действию. А в этот раз подробнее узнаем о экологическом конкурсе, знаковых кинопроектах. Все это в Гомеле. А чтобы своими глазами увидеть подарок женщины-легенды, отправимся в Чечерск. Ну что, стартуем? Впервые экологический конкурс «Наш уютный дом» прошел 10 лет назад. За годы его существования свои силы в нем испытали более 2000 детей. А количество учреждений, которые ежегодно принимают участие, выросло почти вдвое. Главными средствами воспитания ребенка являются труды культуры. Так вот, здесь есть возможность в рамках данной акции показать, как мы сегодня, педагоги, привлекаем, вовлекаем детей в эти трудовые акции и как они научаются беречь то, что есть на земле, что дала нам природа. Это вот ведущая сегодня педагогическая идея, которая проговаривается нашим правительством. Главная задача мероприятия – поднять уровень экологической культуры. Отсюда определенные условия. Еще до проведения конкурса детям нужно привести в порядок территорию вокруг своего учреждения. Результат работы – представить в виде фотоальбомов и стендов. Вторым этапом стало театрализованное представление на экологическую тематику. Свои таланты маленькие артисты продемонстрировали на сцене Гомельского государственного театра «Кукол». Я хотела бы поблагодарить и руководителя этого прекрасного учреждения. Сегодня понедельник, выходной день в театре. Но вы видите, везде бурлит работа. Все сотрудники вышли на работу. Все сегодня на своих рабочих местах, зная, какая категория сегодня детей. Проведение конкурса стало возможным благодаря добровольным пожертвованиям, которые поступили на счет Белорусского детского фонда. На эти средства были приобретены награды. При этом, независимо от призовых мест, никто из детей не остался без подарка. Ну а театралов Гомельщина объединила онлайн-трансляция спектакля «Гамлет» в кинотеатре «Мир». Перед ее началом здесь развернулся осенний бал, посвященный эпохе великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Красивые звуки скрипки и флейты, завораживающие средневековые танцы, колоритные костюмы и образы. Организаторы мероприятия представили историческую реконструкцию времени, в котором всемирно известный автор жил и реализовывал свои гениальные идеи. Участие в таких акциях, оно помогает нам развиваться в качестве познаний в истории. Потому что молодежь должна развиваться, она должна интересоваться искусством, должна интересоваться тем, что происходило ранее, еще до нашего поколения. Одевая такой костюм, хочется вести себя соответствующим образом. И этому очаровательному даму не даст присоврать. Наверняка мы запишемся на курсы бальных танцев, потому что то, что мы видели здесь, просто очаровательно. Конкурс на знание автобиографии и творчество Уильяма Шекспира, соревнование на лучшее признание в любви своей даме сердца, у импровизированного балкона Джульетты, а также ряд других интересных конкурсов. Мероприятия подобного формата в гомельских кинотеатрах ранее не проводились, но не исключено, что в будущем они станут традиционными. Те конкурсы, которые проводят ведущие, они, скажем так, стимулируют к тому, чтобы изучать творчество и вообще знать, что будет на экране. И молодежь с удовольствием откликается поучаствовать в этом мероприятии. То есть интерес есть, и мы хотим этот интерес поддерживать и развивать. Онлайн-трансляция спектакля «Гамлет» стала феерической кульминацией мероприятия. Главную роль в нем сыграл известный английский актер, номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтш. Премьера интерпретации классической пьесы «Гамлет» в постановке режиссера Линдси Тернер в лондонском театре «Барбекан» состоялась в августе. Выход Бенедикта в образе принца датского вызвал большой резонанс, а сам спектакль стал самым успешным проектом театра за всю его историю. Тем временем в кинотеатре Калинина состоялся показ фильма участника основной конкурсной программы 22-го Минского международного кинофестиваля «Листопад» «Страна ОС». Самую нашумевшую комедию года в город над Сожем приехали представить создатели фильма. Известный российский режиссер театра и кино Василий Сигарев, исполнительница главной роли актриса Яна Троянова и продюсер Софи Кокик-Новелидзе. Авторов киноленты в кинотеатре Калинина жители и гости областного центра встретили по-особенному. Тепло и радушно. Премьера «Страны ОС» прошла на кинотавре в Сочи. Она вызвала бурную реакцию зрителей и критиков. Кстати, презентация фильма «Страна ОС» для Гомеля событий знаменательны еще и тем, что Минский международный кинофестиваль «Листопад» через пять лет перерыва вновь вернулся в областной центр. «Страна ОС» — это забавная история о том, какие чудеса, феерические встречи и невероятные приключения могут произойти в новогоднюю ночь. Основная цель у нее все-таки, чтобы люди смеялись. Мне очень нравится, когда я сижу в зале и реагируют, смеются. Она для радости создана. Хотя там есть и про любовь. Каждый зритель сам для себя что-то найдет. Для меня это все-таки, что любовь можно найти даже при самых странных обстоятельствах. Эксцентрическая, местами абсурдная, безумная и невероятно смешная комедия «Страна ОС» максимально приближена к зрителю. Что касается актерского состава, в киноленте снялись такие известные артисты, как Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Алиса Хазанова, Инна Чурикова и многие другие. Тем, кто не успел увидеть этот по-хорошему хулиганский фильм, не стоит отчаиваться. В широкий прокат на «Гомещине Страна ОС» выходит 3 декабря. Вот так вот все раздувало. Как мамка делает, так и я делаю. Как мамка, так и я раздувала. Оно уже положено было, только не вывернуто направо. И я голодила. Откуда этот утюг появился в их семье, Нила Шевцова до сих пор не знает. Когда принесла его в музей, специалисты установили, ему минимум 200 лет. А голова льва вместо обычной ручки означает, что утюг принадлежал семье знатного рода. Здесь в каждом зале есть вещи, которые женщина подарила музею. Это, которые, ну, даже, наверное, на шее не все республиканские столичные музеи могут там как-то гордиться, да, и сказать, что вот такие у нас есть. Самое уникальное, это, наверное, и блюда того же 18 века, может быть, еще от графов Чернышевых, от наших. Ложка серебряная, да, конец, опять же, 19 века. Она приходит в ратушу почти каждый день. Говорит, как на свидании с прошлым. Книга тети, которая была партизанкой, «Мамина сумочка», газета «Правда» за 10 мая 1945-го из родительского архива. То, что раньше казалось обычными вещами, сегодня музейные экспонаты. Понимаете, и вот память того, чтобы они не пропали, чтобы, как говорится, я же им рассказала историю этих вещей, чтобы они вспоминали и меня, и историю этих вещей. Это же память. Она будет вечна здесь. Нианила Шевцова – настоящий рекордсмен среди местных дарителей. Благодаря ей фонды Чечерского музея постоянно пополняются. Сейчас она готовит сотрудника музея очередной сюрприз. Какой любительница истории пока держит тайне? Мы отправляемся за следующей порцией актуальных новостей. Ну а пока не дайте себе заскучать и присоединяйтесь к созданию телевизионного эфира. Если вы в курсе самого интересного, связывайтесь с нами, и об этом узнает весь Гомель. До связи! Мы приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. Сегодняшний день вошел в историю тем, что ровно 184 года назад в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей. Первый в России частный публичный музей. Граф Николай Петрович Румянцев, один из владельцев дворца Румянцевых и Паскевичей, в своем особняке в Петербурге разместил богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей. Рукописные и печатные книги, произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, минералы, обширное археологическое и этнографическое собрание. Интереснейшая коллекция, которая сегодня приобретает еще большую ценность. Согласна с тобой, Саш. А ты знаешь, ведь и у нас в стране, в области и городе очень много интересных музеев. Я думаю, что даже каждая школа сможет заинтересовать какую-нибудь занимательную экспозицию. Светлана, ты с такой уверенностью рассказываешь, наверное, что-то выведала. Да, Саша, ты угадал. Я действительно видела много разных музеев. И вот, в частности, на открытии одного из них присутствовало. Это в Иридской средней школе. Открылся Центр декоративно-прикладного творчества. Интереснейшее место. Настолько красивые работы из бисера. В техниках квилинг выполнены. И куклы-обереги различные. Ну, очень интересные. Я думаю, сейчас поподробнее мы об этом узнаем. И кроме того, в этой школе есть еще один интересный виртуальный музей. Вот обо всем об этом нам расскажет наша гостья, директор Уридской средней школы Марина Белько. Марина Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Васильевна, ну расскажите, пожалуйста, нам, как возникла идея создания Центра декоративно-прикладного творчества в вашей школе? Вы знаете, эта идея вынашивалась достаточно давно, поскольку с каждым годом собирались экспонаты. Экспонаты действительно, по мнению очень многих посетителей, шедевральные или шедевры в своем искусстве. И поэтому, конечно же, они были участниками различных олимпиад, творческих каких-то конкурсов, выставок. Ну а потом они складировались просто в каком-то потаенном местечке. Ну нельзя же такую красоту прятать от народа. Конечно. И мы решили однажды, пора показать детям. В первую очередь, пора показать всем посетителям нашего учреждения образования. А их у нас, поверьте, очень много бывает. И мы постоянно дарим наши сувенирные работы. С подарками у вас проблем не бывает. Никогда. Это всегда самый лучший подарок своими руками. Правда, это еще и так красиво. Да, да. Последний семинар, который проходил на базе нашего учреждения, это семинар для ветеранских организаций области. И все те представители, кто у нас побывал на нашей выставке, конечно, остались в восторге. Равнодушных не осталось. Равнодушных не осталось, да. И, конечно же, они ушли под приятным впечатлением, но и не только впечатлением, но и также, конечно же, с сувенирами от нашего музея. Ну вот, мы, конечно же, экспозиции постоянно пополняем. Кроме бисера, что там еще? Кроме бисера, это у нас и использование вторичного сырья. То есть все то, что мы в отходы выбрасываем, мы решили применить и у себя. То есть это банки, бутылки? Ну, не совсем банки, бутылки, но чулки, носки мы с успехом дырявые применяем для своих, да, для своих вот экспонатов. Это куклы-утяжки, это куклы-обережки. Вот для того, чтобы ваш очаг был всегда полон, и достаток в нем был, и в семье было все хорошо. Вот такие вот мы, куклы-обереги, тоже представляем и тоже делаем. Но, кроме этого, у нас же еще есть куклы, которые сюжетно выстроены. Это и пасхальные какие-то сюжеты, и рождественские сюжеты, ну, и много всех тех вот праздников представленных вот таких вот в сюжетах, которые белорусский народ чтит и, естественно, ну, и празднует. Поэтому вот такие экспонаты у нас уже есть. Кроме того, квиллинг – это все то, что связано с бумагой. Это такая тонкая работа, что… Тонкая работа. Да, но это действительно тоже и картины, это и некие такие вот предметы, и предметы быта, чайные сервизы, елки. Да что там елки? Можно и танк сделать из той же бумаги. Все эти техники освоили ваши преподаватели? Да, да. За каждым вот видом творчества закреплен свой учитель. Обязательно. Все идет от педагога. Какой педагог? А педагог – это должен быть, конечно же, творческой личностью, чтобы вот все свое творчество воплотить в детях. Руководит музеем Тамара Михайловна Музыченко, учитель обслуживающего труда, педагог с высшей категорией и действительно человек, который всю душу отдает детям. Поэтому, ну, кстати, наш центр – это же не просто вот такая музейная комната, в которую мы пришли и ушли. Нет. Нет, это образовательный центр, поскольку там проходит и учебное занятие. И вот в такой красоте, конечно же, вы представляете, насколько приятно воспринимать. Восприниматься. Да, сама атмосфера воспитывает детей. Дети активно облекаются вот в этот творческий процесс. Да, конечно же. Дети же начинают с уроков, с пятого класса, вот они начинают уже заниматься бисером, заниматься какими-то другими видами деятельности, тканью, вот изучают разные техники, пробуют уже непосредственно сами что-то сооружать. Поэтому, естественно, и каждый раз это все вовлекается и вовлекается все больше и больше детей. Но самое парадоксальное, что наши дети, которые, в общем-то, как мы их называем, учетники, да, которые не совсем из неблагополучных семей, они с удовольствием приходят к Тамаре Михайловне, и не только девочки, а еще и мальчики, вот, они, может быть, где-то там только сувенир на что-то пытаются сделать, но всю техническую работу вот они выполняют. Не важно, главное, что они при деле и с удовольствием по своему желанию приходят. Да, 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 да. И для них Тамара Михайловна – это Бог. Поэтому мы поддерживаем ее обязательно. Как важно, чтобы в жизни был хороший учитель. Да, да, да. Это очень важно. Понимаете? И такие у нас учителя есть. Слава Богу, да. А сотрудничаете вы с какими-то аналогичными такими вот творческими мастерскими, может быть, с коллегами из других школ? С другим. По-моему, даже кто-то из России к вам даже на открытие приезжали коллеги посмотреть, поделиться. Ну, мы очень тесно сотрудничаем с Санкт-Петербургом, так, поскольку на базе нашего ресурсного центра открыт русский музей, филиал русского музея, да, виртуальный филиал, у нас собрана богатая медиатека. То есть все залы русского музея мы можем увидеть воочию. И не просто увидеть, а в 3D-формате мы можем даже практически проникнуть в каждый зал. Все это у нас имеется, руководит этим музеем Морозова Ирина Алексеевна. Вот мы его открыли в 2009 году. Сейчас мы до сих пор вот как бы и сотрудничаем с русским музеем, ну и, соответственно, на базе этого музея проходят не просто занятия по экспонатам или картинам русского музея, но также и мы проводим разные проекты и осуществляем проекты, международные проекты. И, вы знаете, мы становимся инициаторами многих проектов. Последний проект – это «Мы играем». В котором проект? Проект достаточно интересный. В общем-то, дети представляли свои работы как художественные, так и фотографические, так и исполненные своими ручками. Вот. Ну и, соответственно, потом это все экспонируется, выбираются лучшие работы, награждаются. Ну, практически награждаем всех, потому что, чтобы никого не обидеть. Но самая хорошая деталь, что в таких проектах принимают дети и аутисты. Да. Причем это ребенок, вот он с советского района, Ирина Алексеевна всегда о нем рассказывает, он всегда принимает участие во всех проектах. И, ну, и вы знаете, что я хочу сказать, что очень достойные у него работы. Мы их потом выставляем. Кстати, последние работы выставлялись, вот по этому проекту мы играем, в залах русского музея. Поэтому это очень достойно. Достойно, да. Достойно. И в этом году принимали, мы, кстати, на подведение итогов уже просто узнали, что дети с особенностями развития плохо не мы. Это мы поняли только на награждении детей. Да, они не слышат, но они прекрасно могут выразить свои чувства вот в художественных работах. Поэтому очень нужное и важное дело. Очень нужное дело вы делаете, да. И вот последний проект, это совместный проект со школой города Санкт-Петербурга. Мы заключили соглашение, школа 230-я Приморского района, соглашение о сотрудничестве. И последний проект, это бессмертный полк, который вот в России он проводится в этом году, да, в День Победы, очень широко. Я так думаю, в Гомеле, наверное, в Гомельском районе, это он прошел у нас вот впервые, именно вот в нашей школе. Дети приносили портреты своих дедов, прадедов, ветеранов войны. И потом вот на, практически на митинге, они все стояли с портретами. И вы знаете, у детей просто, детей переполняло вот чувство гордости за то, что они сделали. Поэтому очень хорошая работа. И я думаю, надо вам поближе познакомиться с виртуальным музеем, потому что есть о чем рассказать, есть что показать. Да, заинтересовали. Детям особенно, конечно. Да и любому человеку, не каждый же себе позволит поехать в Санкт-Петербург. Как много в вашей школе таких вот моментов, где ребенок может принять участие, попробовать себя в творчестве. Пожалуйста, казалось бы, даже не городская, не школа небольшого города, а вот в районе и такие возможности. Мы сегодня, Саша, уже говорили о том, что в каждой школе, наверное, найдется чем удивить. Очень много различных музеев. И знаете, в этом году в Гомельском медицинском колледже открылась очень интересно в общежитии музейная комната, белорусская хата называется. Вот я предлагаю совершить экскурсию по белорусской хате. У нас есть сюжет об этом. Будущего зубного фельдшера Стаса после учебы в комнате общежития не застать. Помимо изучения строения маляров и прималяров, он разъезжает по деревням и селам. Привозит оттуда большие сумки, но не домашних соленьей и вареньей, а старинных раритетов. Стас – один из основателей музейной комнаты «Белорусская хата». Она открылась в общежитии Гомельского медицинского колледжа. Я считаю, что создание этой комнаты – это очень отличный повод, чтобы пообщаться со своими родными и близкими, которых мы так часто забываем. Бабушки и дедушки, у которых взяли эти экспонаты, они очень с радостью и открыто рассказывали о них, так как это элементы их молодости. Рушники, салфетки, занавески, тканая и украшенная вышивкой аппликации и кружевами одежда, глиняная посуда, расписные ковры, резьба по дереву, санцеворот на ставнях стали яркими экспонатами белорусской хаты. Кованые скобы и завесы, соломенные козырьки и пауки на счастье под потолком – все эти вещи хранят печать времени и судеб разных поколений. Ну и, конечно, не обходится в белорусской хате без фольклора. Зачетки у Стаса сплошь девятки и десятки, причем не только по профильным специализированным предметам. Белорусский язык профессиональная лексика. Хоть и факультатив, но Стас не прогуливает занятия и по этой дисциплине. А все потому, что после зубной теории и практики Стас спешит в музейную комнату, где с удовольствием демонстрирует свою белозубую улыбку посетителям и проводит для них экскурсии. Слух о молодом и веселом экскурсоводе прошел по округе в первые же дни его работы. Теперь от посетителей в музейной комнате нет отбоя. Это «Ложак Полох». Он предназначался для молодых семей, детеродного взрослого. Это «Ложак Полох» не дозволял детям, иншим членам семьи бачить то, что и они не повинны были бачить. Молодой человек и сам мечтает о большой семье и хочет поселиться в такой вот белорусской хате, чтобы продолжать традиции предков и прививать их собственным детям. Такой вот интересный музей со своим белорусским национальным колоритом. Знаете, люди там тоже работают отнюдь неравнодушные к музейному делу. Марина Васильевна, у вас планы на будущее в плане творческой реализации, творческой деятельности в вашей школе? Планов много и очень хочется реализовать вот в дальнейшем, ну мечта может быть пока моя, но я думаю и меня педагоги поддерживают. Мы хотим в ряде кабинетов организовать такие вот экспозиции, которые бы выражали суть той деятельности, которую осуществляет кабинет. Если, допустим, это кабинет белорусского языка и литературы, чтобы он не просто был кабинетом белорусского языка и литературы, а белорусской культуры в целом. То есть, да, чтобы несли непосредственно вот для детей все то, что прекрасного есть у белорусского народа. Ну и, соответственно, начиная от нашего родного языка, который мы не всегда можем, вот, наверное, на нем говорить очень красиво, да, и открыто. Ну и заканчивая некими экспонатами. То есть, это будут два в одном, опять-таки же, учебный класс и музей небольшой. И наглядный, познавательный, интересный. Да, да, да. Конечно, не хватит все, но вот есть ряд кабинетов, которые можно использовать. Кабинет истории. Это тоже широкое поредение. Замечательная идея. Да, замечательная идея. Можно только пожелать успеха в ее реализации. Да, да, да. Безусловно, пусть все получится. И мы ждем вот в ближайший месяц приезд наших гостей из Санкт-Петербурга, из школы 230, с которой мы сотрудничаем, на конференцию, ну и для того, чтобы познакомить с той деятельностью, которую осуществляет наша школа. Поэтому будем рады видеть вас у нас. Ну и, конечно же, поучаствовать в конференции. Марина Васильевна, спасибо за интересную беседу сегодня, что пришли к нам. Мы желаем вам успехов, чтобы все ваши планы реализовались, задумки, воплотились в жизнь. Здоровья вам крепко, успехов. Всего самого хорошего. Спасибо вам большое. До свидания. Телезрителям напоминаем, что в гостях у нас сегодня была директор Уридской средней школы Марина Белько. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. В начале ноября в Москве в рамках международного культурно-образовательного проекта «Я могу» прошел международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезды столицы». Гомельчанка, ученица 8-го А-класса школы номер 53 города Гомеля Дарья Коновальчикова стала лауреатом первой степени этого конкурса. Сегодня Даша вместе с заместителем директора по воспитательной работе Натальей Дюльгер у нас в гостях. Наталья Александровна, Даша, добрый вечер. Добрый вечер. Даша, расскажи, пожалуйста, о конкурсе, в котором ты принимала участие. Я не хотела победить в конкурсе, я просто хотела поучаствовать, посмотреть на работы других участников и сравнить их со своей работой и посмотреть Москву, так как конкурс проходил в Москве. То есть для тебя победа, вот, диплом первой степени стал абсолютно неожиданностью, правильно мы понимаем? Да, я очень рада, что судьи заметили мою работу. Расскажи о работе. Еще приятнее, правда, Саша, когда не ожидал и самоцель не стояла победой. Сюрприз вдвойне. Кто изображен на картине? Расскажи о работе. На картине изображена девушка, которая собирает букет полевых цветов. Она одета в народном одеянии. Картина называется «Купали» в честь праздника, потому что мне очень нравится этот праздник. У девушки задумчивый взгляд, потому что она мечтает о любви, о счастье. Может быть, о своей судьбе. Даша, а в какой технике выполнена эта картина? Как ты вообще, в какой технике работаешь, ну, в частности, эта? Картина выполнена в технике батик, красками по ткани. Сначала наносится резерв, потом красками рисуешь. Резерв краски не пропускает. И потом в конце цветным контуром. Наталья Александровна, как была ценена работа Дарьи на конкурсе? Вы знаете, что для Дарьи это была, правильно она сказала, первая проба на международном конкурсе. И Даша получила заслуженную премию, диплом первой степени. Даша, с какого возраста рисуешь? Расскажи. Рисую я с самого детства. С детства рисовала и красками, и карандашами цветными, и на асфальте мелками рисовала. Больше всего любила рисовать животных и природу. Рисовать – это для меня успокаивающее занятие. Я люблю пофантазировать и фантазии свои переношу. И у тебя это очень хорошо получается. Спасибо. Замечательно. Какие еще из таких работ, может быть, твоих любимых, которые ты помнишь и особенно ценишь, и которыми дорожишь? Я принимала участие в российском конкурсе в 2013 году, посвященной памяти Сергия Радонежского. Там я получила диплом третьей степени, и вот. То есть это не первая победа уже такого достаточно большого международного масштаба. Где еще принимала участие, может быть, в каких-то конкурсах? Принимала участие в конкурсе «Здравствуй, мир!» в 2014 году. Я тоже заняла второе место. Призовое место тоже. Даша, ну интересно учиться в художественном классе? Да, там атмосфера такая. Все такие творческие люди, да, ребята? А как вот, наверное, очень много, сколько занятий в неделю рисуете? У нас основное занятие рисования – это два, как бы, урока, два часа. Это мы по подгруппам разделены, и у нас вот так вот занятие проходит. И есть еще дополнительные занятия, на которых мы рисуем вот такие работы на конкурсы всякие. Наталья Александровна, талантливых вот начинающих художников и вокалистов меньше не становится? Вы знаете, что нет? Прибавляются, потому что педагоги совершенствуются, идут вперед, вот, естественно, закладывают это в детях. Как говорят, если педагог горит, желает и творит, то и учащиеся тоже, соответственно, тянутся за педагогом. Какими еще достижениями можете поделиться от ваших воспитанников? Ну, вы знаете, что у нас не только в художественном направлении есть, конечно же, достижения. На этом же конкурсе, фестивале международном, в прошлом году учащиеся нашей школы в музыкальном направлении в номинации «Вокал» – это «Объедова Анна» была признана лауреатом первой степени и взяла гран-при. В этом году учащаяся тоже нашей школы, естественно, Плескацевич София, тоже в номинации «Вокал» была лауреатом второй степени. Также в этом году еще ездили на этот конкурс мальчишки, шестиклассники, это ансамбль «Бест», они привезли нам диплом третьей степени. Какие молодцы. Да, мы не останавливаемся. Это уже становится традицией завоевывать места. Мы не останавливаемся на городских и районных. Молодцы. И это правильно, это правильно. Здоровые амбиции должны быть, правда? Конечно, они вознаграждаются. Маленькими шагами, но мы идем вперед. Да, и что умеет выделить, заметить талант, поддержать, правильно? Это же так важно у маленького человека. И главное, вот внушить ребенку, что он может. Да, наверное, это заслуга педагогов. Вот в частности у Дарьи прекрасный учитель изобразительного искусства. Это Салмыгина Галина Васильевна. Если в начальной школе Даша получила начальные азы изобразительного искусства, то в пятом классе Галина Васильевна смогла увидеть внеспособности и развивает их по сегодняшний день. Вот Дарья говорила, что, чтобы рисовать хорошо, нужно расслабиться, успокоиться. А с профессиональной точки зрения, что необходимо? Вы знаете, что, мне кажется, чтобы рисовать так, как рисует Даша, это надо дар от Бога. Я полностью с Дарьей согласна. Надо полное спокойствие, понимание, слышать себя, свой внутренний мир. И умение передавать это на бумаге. Я думаю, что Дарья воспринимает этот мир немножко по-другому, как мы. И вот эти свои внутренние ощущения, она их передает. Очень красиво получается все. Даша, а вот эта награда стоит, это с конкурса этого последнего? Что это за? Да, это награда за первое место, за первую степень в конкурсе. Вот это вот, за эту вот работу. Даша, Наталья Александровна, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня. Даша, желаем тебе успехов творческих. Всего тебе самого хорошего. Спасибо. Вам тоже, Наталья Александровна. Спасибо. Успехов в вашей школе, вашим учащимся, педагогам новых побед. Спасибо. Всего хорошего. Мы будем достигать их. До свидания. До свидания. Телезрителям напоминаем, что в гостях у нас сегодня были лауреат первой степени международного фестиваля конкурса «Звезды столицы» Дарья Коновальчикова и заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 53 Гомеля Наталья Дюльгер. Уважаемые телезрители, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Этим вечером с вами были Александр Гоморя и Светлана Князева. Всем приятного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова